Всем привет, мои ребятки! Смотрите, мы сегодня такие красивые! И, конечно, мне сегодня не повезло с утра. Я должна была парковать, гляньте где. Уже в 11 часов утра куча-куча людей. Сейчас надо пешкарусом идти. Вы себе представить не можете. Ну, по крайней мере, парковочку нашла. Ой, как хочется завалиться сейчас. Вы знаете, как у меня болят руки после вчерашнего. Вот все суставы. Говорят, что классно пить сладкую воду. А что вы на этом поводу скажете? Потому что мне завтра надо работать. Я сегодня закончила, привела все в порядок. Честно говорю, устала неимоверно. Смотрите, какая красотень, ребятки, правда? Кто у меня новенький, не был с нами здесь. Смотрите, какая красотень. Мы, кстати, я туда вот... Вот там, где дерево стоит, я туда залазила на гору. Обходила вокруг. И такой видос открывается сказочный. Вы себе представить не можете. Ой, ну мы, как всегда, сегодня на своем месте. У нас здесь барчик такой классный. Здесь иногда делают концерты. Мы сюда приходили танцевать даже. Такая прелесть. Любой человек приходит, допустим, и танцует. Просто-напросто развлечение. Прикиньте, как классно. Гляньте, какая лодка шикарная. Гляньте. Ну, прям как у нас, правда? На родине. Ой, у людей и машин куча, куча, куча. Конечно, без машины сюда не доедешь. Она находится между Альмерией и Агвадульсой, этот пляж. Ой, гляньте, кто-то даже рыбку ловит. Класс. А мы нет. Мы просто на солнце не выдержим, ребят. Хотя хотелось бы, вы знаете. Но он поставил, видите, ее на глубину. На глубине, да. Мой отчеток люкнет. Вот пока сидит и загорает. Здесь она никому не мешает. Чудесно. Говоря, я сегодня наверняка удочку даже в руки не смогу взять. У меня так все болит. Сегодня очень много музыки и шума. В бар мы сегодня не пойдем. Там сегодня резерва на какой-то праздник. Ха, наломали. Ну, пошлите в нашу Куэву, как я говорю. Пошлите на наше любимое местечко. Кстати, поднимается волна, вы знаете. Но все равно до такой степени жарко. Невозможно находиться. Долго. Я раньше не обратила внимания. А зачем этот песок, интересно? Вообще-то в Испании здесь играет специальная игра есть. На шарики такие бросают. Как вот в старинке, знаете, да? Наверное, это писта для этого. Для этой игры с песочком. И вон тоже еще одна, да? Кстати, туризм полный сейчас в этом отеле. У меня сегодня прикид, смотрите, а? Амазоночка! Не знаю, куда от жары сбежать, вы знаете. Это самое, я думаю, классное место у нас. Знаете, мне кажется, даже здесь очень громко играет музыка. Не знаю, как бы мне не забанили это видео. Стараюсь найти нам место, чтобы спокойно поговорить. Вы знаете, музыка везде. Не знаю, смогу ли я найти сегодня спокойное место, чтобы присесть к вам. Даже у нас, смотрите, вот там вот тоже очень слышно музыка. Ну, пойдем пройдемся, значит. Сегодня людей это просто на головах один у другого. Заметно, что городские пляжи очень наполненные. Ой, леблять, золотой! Господи, только сдует, наверное, его ветром сегодня. Пойдемся. Что там у нас есть сегодня? Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Gritando no interior, um instrumento amordaçado Pelo tempo, pelo tempo empoeirado Horda solta, sem poder se encontrar Mas o destino que me trouxe até você Me mostrando que a vida é pra se viver Com alegria, hoje vivo a cantar As lindas poesias que fiz pra lhe conquistar Por algum tempo, se afastou da poesia Tão longe da alegria, trancou seu coração Doutorão da nostalgia, sem motivo aparente Esquecendo que o amor sente, falta de poder cantar A voz calada no peito Ficou muda, ficou muda e sem jeito Gritando no interior, um instrumento amordaçado Pelo tempo, pelo tempo empoeirado Horda solta, sem poder se encontrar Mas o destino que me trouxe até você Me mostrando que a vida é pra se viver Com alegria, com alegria Com alegria, hoje vivo a cantar As lindas poesias que fiz pra lhe conquistar Ficou muda, ficou muda e sem jeito Gritando no interior, um instrumento amordaçado Pelo tempo, pelo tempo empoeirado Horda solta, sem poder se encontrar É Paulo Mix Agora eu tô me achando Pois fiquei famosinho Eu fiz uma dancinha Todo mundo tá curtindo Todo mundo tá dançando A vibe tá fluindo Mãozinha na cintura Tá close no passinho É tudo que está Tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic Tic-tic-tic Você já conhece, tang, tem um instrumento amordaçado Você sabe, eu f2 me Nebrundo E isso você consegue здоровhar Você pode fazer o caso Se veja, pode, aqui É aqui Pod wilderness Então você tem também Como eu já falei Odeção Vocês estão Tudo está Tudo está À Villawода Se está Você pode Everybody Se está Boa Просто обалдеть, правда? Будем собираться, ребята, солнце уже шмалит до такой степени. Приедем домой, сейчас я вам расскажу и поболтаем на интересные темы. Отель называется Дивер Отель, где ваши детки могут отдохнуть. И сказала девушка, которую я встретила, что здесь комнаты специально сделаны для деток и развлечения. И очень даже недорого. Вот машина, на которой я сдавала на права. Смотрите, моя маэстро находится здесь с сыном. Но я побежала за машинкой срочно. Я сгорю скоро на солнце. Кто в Альмерии, советую, ребята. Очень хорошие мастера и хорошие учителя. Кто помнит эту песню? Смотрите, какая красотень. Кстати, девочки, вот только что привезла бутылочку водички морской. Вы знаете, что меня научила моя хозяйка? Она готовит очень много блюд с морской воды. Вот именно, когда готовите суп, 20% долейте именно морской водички. Девочки, или, допустим, делаете какой-нибудь рис или мясное блюдо, обязательно доливайте морскую воду. В воду! В воду! Говорят, очень классно получается. Ну, конечно, вода должна быть чистенькая. В таком месте, где мы были, где камушки и все остальное. И если буду готовить, я вам обязательно покажу. Пробуйте, говорят, очень вкусно и соли поменьше ложите. Соленая вода, конечно, имеет свою солечку. А мы сейчас на перекус. Классная, правда, я купила маме? Обалденная. Так вот, цвет прям... Сальмон! Здесь решила сварганить быстренько перекус. Маленький мяско, он грибочки, лучок. Сейчас что-нибудь придумаем и расскажу вам насчет отеля. Всегда бросаю перед тем, как что-то жарить, чесночка немножко, чтобы был запах именно в масле. У меня было немного здесь замороженных грибов. И вот осталось у меня, помните, да? Секрет, позывается по-испански. И вот сейчас мы его обжарим, и будет такая вкуснятина. Вкус, кому как нравится. Добавляем мяско быстренько. Ну, у меня оно тоненькое, так что оно приготовится очень быстро. Даже уже в сальсе, как у нас говорят, Оно уже будет готово через минуту. Короче, как получилось, пока там мяско у нас зажаривается, расскажу вам, как случилось. Я уже покупалась. Захожу я в отель и встречаю там, короче, женщину. Очень давно знакомую мне, вернее, семьи. Оказывается, ее муж работает с одним из моих друзей. Они работают на кухне. Один работает поваром, а другой работает, короче, барменом. Ну, это ее муж бармен. И она говорит, а как ты зашла сюда в отель вообще? Я говорю, я зашла обыкновенно через дверь. И охраны никакой не было. И она мне начала рассказывать, сколько же стоит отель. Она сказала, что у нее день рождения. Кстати, я ее поздравила. И у кого у вас день рождения, я тоже вас поздравляю, мои хорошие. И сказала, что дочки тоже. У них в один день день рождения. И они заказали, короче, с девчонками, у каждого по ребенку, за трехразовое питание. Трехразовое. Она сказала, если испанка говорит, что трехразовое питание классное, это супер классное. Потом она говорит, ночь полностью спать там. И говорит, бассейны, все приключения. Они включили туда развлекательную программу также. И получается, за ночь они заплатили по 150 евро, каждая с ребенком. Но они заказали самые обыкновенные комнаты. Они сказали, что комнаты самые простые, ничего такого прям башенного нет. Но именно программа развлекательная, именно для детей, включенная в это. Вы видели, да? Супер. С бассейном совсем на целый день. Ну, вот такая вот цена. Конечно, может, многим покажется не очень так, но вы знаете, я вам честно говорю, она говорила, что отель полупустой. Для детей развлечения вообще супер. Уделяют очень много внимания детям. Так что мы с вами попали случайно на зону УИП. Кстати, я отморозилась, зашла, как вроде бы ни в чем не бывало. Вообще-то отморозие. Никто меня не остановил, товарищи. Так что на будущее подумаем. Ну, кстати, я вам сказала, как называется отель, посмотрите. Правда, вы там уже наверняка видели. Зайдите, пробейте. Каждая комната, она сказала, стоит по-разному. И, кстати, я зашла, посмотрела. Вы знаете, есть разные уценки, где пишется, что за 40 евро без питания. Некоторых пишется 60, некоторых 40. И если посмотреть, можно найти обалденные уценки и имена. Не в таких шикарных отелях, но прекрасная зона, ребята. Вы об этом не думали? А я добавляю ложку муки. Еще немножко. Еще одну. Быстренько размешиваем. Наблюдайте, что я сейчас буду делать. Обязательно сейчас добавим сюда маргаринчика. Сейчас все поймете. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки. Это маленький такой трюк, как говорится, выход с ситуацией. А теперь добавляем сюда молочка. Потихоньку, потихоньку. Сейчас скажете, странно, что это. А вы сейчас увидите. Мы делаем своего рода бичамель. Ну, вот как-то так, быстрым ладом. На маленький огонечек не забудьте. Вы можете готовить даже куриное мясо. Любое мясо, какое у вас есть. Или просто грибы, даже без мяса. Смотрите сами. Смотрите, добавляем сырочек. Ой, вкусняшка. Я беру обыкновенный такой вот сасендаду. С меркодоны. Перемешиваем. И ждем на маленьком огонечке 5 минут. И готово. Вуаля. Немножко добавим авикремчика. Ммм, вкусняшка. У вас получилось, как у нас говорят здесь, сальса а ла пимента. Вот такой маленький рецепт от меня вам. Который продается в пакетиках, да? С вермишелькой. Вот он. Вот ваш рецепт. Не за что, дорогие мои. А я сейчас быстренько отварю здесь пюрешку или вермишельку и кушать. Так что дерзайте. Я продолжаю хвастаться моим мутантам. Гляньте, что она мне вылупила. Помните, да, мою красную? Сейчас она начинает темнеть, да? И смотрите, ее еще одно цвет. Вуаля. Вот только что она мне распустила новый цветок. Она каждый раз выбрасывает разные цвета, ребят. Ну, это прям какой-то мутант. Я не знаю, а? Вы помните, да, какая она была красная? Вот. Смотрите, начинает становиться какая-то багровая, да? А вот первые цветочки, которые уже пошли. Третий заход у меня. Вот такие. Как вам? Знаете, я обожаю вот такую мелкую вермишель делать. Не крупную, а вот такую мелкую. Она нулевая. Я балдею от нее. Вот так. Сейчас маргаринчика, маслечка добавите. Ой, вот эта вот вкусняшка. Самая быстрая и самая классная. Обязательно, мои хорошие, закусим нашими фруктами, которые мы вчера на тыльбе. Да, вот. И не подавимся, товарищи. Даже не подавимся. За ваше здоровье даже скушаем. Божечки, ты мой. Огромное вам спасибо за ваши просмотры, мои дорогие. Особенно вот тем, кто напишет вот там вот, знаете, смотрят, смотрят, а потом возьмут, напишут такой занудный комментарий. Ну, спасибо вам, дорогие, за ваши просмотры тоже. А я вот на такой домашней нотке, на таком фоне чудесном, с моими цветочками, девчонки, говорю, мальчишки, до свидания. Завтра мы опять как всегда, мы увидимся. Я пошла немножко отдохну. Как вам? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...